вот он мой сын или проснулся он еще толком не проснулся по поводу того держит мои дети голову или нет сынуля держит голову давно где-то месяца два назад он ее почти держал сейчас уже уверенно держит дочь еще не держит но старается еще так свободно я не могу ее придерживать потому что ее голову нужно контролировать она еще полностью не держит голову сынуля ты хочешь что-нибудь сказать хочешь что-нибудь сказать своим зрителям он по-моему занят очень важным делом я поменяю семечко сейчас мама его накормит мама дала ему илькар и нужно подождать немножко вот такие вот моя принцесса спит на руках также она любит спать только на руках сейчас ее нужно разбудить и накормить пришло время так не хочется кстати по поводу веса моих детей сейчас они весят сынуля чуть больше шести килограмм дочь и чуть больше четырех килограмм хотя по ней не видно вообще что у нее есть даже четыре килограмма нам не худенькая похрапывает у нее не проходят эти звуки до сих пор но все врачи в один голос ствердят что это ничего страшного что-то со временем пройдет но последний лорд даже сказал что это может быть от сухого воздуха как прилетим домой и обязательно куплю увлажнители и расставлю по квартире может быть пройдет тогда сын или тоже заснул поиграли мы с ним немного поболтали и он уснул сейчас она тоже поезд и наверное что до 12 до часу ночи они проспят у меня и потом опять проснуться и будут нам показывать ночной концерт все закрываются всем хорошего настроения мои хорошие у меня такой вид как будто я очень устала на самом деле я не уставшая после остеопата я как расслабленные и уставшие абсолютно все закрываются пока пока привет привет мои хорошие вот такая красота хоть сидит парикмахерской меня осветляют потом буду стричься красить волосы сегодня не будут потому что нужно выдержать несколько дней как я обычно делаю нанесли осветлитель ждем если в том же в том же салоне в который ходила прошлый раз парикмахер которая не взяла с меня денежку осветили меня вот тем осветительным баночка стоит как назывался осветлитель еще расскажите пожалуйста вот он стоит здесь 6 процентов посмотрим что получится на этот раз будет ли у меня желтизна но мне кажется нет потому что я уже вижу здесь вот впереди красиво я сейчас конечно не самое красиво кстати я хотела показать вам вот эту вот люстру и спросить у вас девочки с чем у вас ассоциация когда вы видите такую люстру светильник тоже такой же по моему светильник это бара ну вот просто мне корни осветили посмотреть какой результат и здесь все равномерно мне очень нравится стрижка тоже она мне сделала заново сзади сделал еще короче чем было очень классно красить я уже буду наверное сама дома через дня три-четыре как обычно результатом я очень довольна прям равномерно единственное сейчас может казаться что здесь очень желтый цвет нет на самом деле он не такой желтый просто меня помыли оттеночным бальзамом и здесь более платиновый каждый класс жду такси у нас сегодня мерзкая погода идет мокрый дождь слякоть противно сегодня я пошла получила забрала точнее наши полисы медицинские до сих пор у нас были временные теперь у нас есть постоянный сейчас в аптеку дочь я все-таки от кишечника от отсуте я хочу что-нибудь взять у него постоянно газики моя бедная девочка вчера врач нам прописала препарат какие можно взять что-нибудь из этих трех препаратов 3 или 4 препарата там разных что-нибудь из них я отсутки подберу погода как сказал они очень хорошие точно не погуляешь такую погоду но настроение прекрасное на мне помада сразу скажу флормар турецкая матовая помада флормар кто будет спрашивать знаю точно скажите как вам понравилось осветление или нет сразу это не покраска это просто осветление за стрижку и за осветление 1500 рублей всего лишь я считаю что это недорого привет привет мои хорошие 6-7 часов вечера весь день мы сегодня дома провалялись точнее я провалялась мама ходила по делам я была с детками отключили у нас электричество без электричества конечно же у нас нет воды сразу отопление отключается холодно не было дочь капризничала весь день сынуля спал она капризничала очень прям просто мамина капризулька внимание требует к себе нам не требовательная девочка хотела пойти на плановый осмотр к офтальмологу деток отвести каждые две недели каждые две недели 20 дней я их вожу потому что у недоношенных бывают очень часто проблемы со зрением мы их ничего нет но все равно я проверяю боюсь почему на этот раз хотела повести потому что я заметила что и усынули и у дочери левый сейчас скажу левый классик тогда левый классик когда они смотрят вправо немножко косит сторону носика такое часто бывает у маленьких детей очень очень часто говорят это само проходит есть случаи когда не проходит поэтому я хочу точно быть уверена что это то что само пройдет что это не нужно лечить медикаментозно что нам родителям не нужно вмешиваться поэтому хотела показать врачу но сегодня не пошли мы к врачу маленькая мы мама сегодня целый день полчаса спит просыпается полчаса спит просыпается потому что вот эта вот девочка очень требовательная очень и очень просто красавица там за на заднем пони видите какой кавардак это там мы сегодня с дочей спали искать не легко было остаться без электричества без воды еще мамы не было еще умираешь хочешь спать потому что всю ночь не спала всю ночь не спала то сынули просыпался дочь просыпалась поэтому когда ты еще сонная нет электричества нет воды и нет помощи очень сложно но терпимо терпимо что хочешь сказать скажи что нибудь и еще у нее сейчас привычка появилась она постоянно слюнявит слюнки делает так делает все время и слюнки собирает интересно что это у меня зубки что ли будут вылезать не рановато ли для зубиков рановато мы еще голову до конца не держим даже сейчас накормила их и где-то через полчаса нет это через час наверное буду купать по поводу витамина d3 результат пришел по результатам по анализам у дочи моей нехватка витамина d3 вот я села видите как она ворочается и не утром усынули все хорошо на фоне приема и витамина пока мы принимаем витамин d3 надо вставать усынули он в норме у дочери недостаточно его вот врач не зря сказал ей дозу увеличить потому что вот она и голову до конца не хочет держать и слабенькая она все равно развивается медленнее чем сынули нехватка витамина d3 дает о себе знать и увеличила уже дозу еще то что он может быть нехватка потому что он у нее не усваивать из-за дисбактериоза у нее постоянное когда мы ее только начинаем кормить вор 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 такое животе происходит и остеопат тоже сказал что у нее кресло дисбактериоз и начала давать снова эти пребиотики утром даю лактобактерин а вечером бифидобактерин ну и сынули тоже для профилактики даю от этого вреда никакого нет да мамина красавица все устала рука тоже болит закрываюсь